Та-та-та-та! Идем! Сосна! Сосна! Волонтеры группы «Дорога и добра» из Петербурга приехали в гости к воспитанникам Кингисеппского детского дома «Надежда». Цель визита – подарить немного радости детишкам в канун Нового года. В прошлом году активисты участвовали в сборе подарков для детского дома, а сейчас привезли детям праздничное представление, в котором нашлось место и эксцентричным номерам, и фокусам. И хотя видеться добровольные помощники и дети нечасто, тем не менее эти встречи всегда желанны и насыщены впечатлениями. Это наши друзья. Нам они помогают очень хорошо. И своим присутствием здесь, организацией каких-то мероприятий, вниманием. Конечно же, подарки нам дарят и в общем детском доме, каждому конкретно ребенку. Очень часто дети в таком раннем возрасте пишут письма Деду Морозу. В них сокровенное желание. Конечно, практически все просят сказочного персонажа о дорогих телефонах и компьютерах известных торговых марок. Но еще очень часто, вопреки сложившемуся мнению, дети просят о простом детском счастье, так как они его понимают. Простого, спокойного, семейного праздника. Тихого, без фейерверков, как это ни странно. С салатом оливье и со своими друзьями, воспитателями. Ну а главное, это, наверное, просят семью. Елена Дегтярева рассказала, что в этом году 18 воспитанников покинули детский дом. 10 человек начали обучение в училище и университете. А 8 детишек обрели новые семьи. Праздник тем временем продолжался. За всеобщим весельем гости из Петербурга не забыли про подарки. И сегодняшний мешок Деда Мороза вместил все самые разнообразные пожелания малышей. Все, что хотели дети, мы все старались исполнить. Дети писали письма Деду Морозу и отправляли с надеждой получить именно этот подарок. Ну, сегодня посмотрим, сбудутся их мечты или нет. Пока дети веселились вместе с артистами и получали подарки, в кабинете директора состоялся серьезный разговор о роли государства в жизни детей, находящихся в детском доме. Детям-сиротам государство, конечно, должно оказывать поддержку. Если у домашних детей есть мама-папа и много, как правило, родственников, которые могут поддержать и в трудной ситуации, и разделить радость, то вот у наших детей, ну, к большому сожалению, таких помощников нет. Елена Дегтярева отметила также то обстоятельство, что несмотря на отсутствие родителей и родственников, которые могли бы оказывать помощь в воспитании детей, в большинстве случаев выпускники детского дома находят свое место в жизни. Есть семьи, хорошие семьи, уже с своими детишками. Им очень нравится, особенно, когда они получают квартиру, обустраивать его. Понимаете, то, чего у ребенка не было, они с таким удовольствием это занимаются. Приобретают профессию, работают. А пока мальчишки и девчонки детского дома «Надежда» готовятся встречать Новый год и с удовольствием общаются с приезжающими гостями. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, телеканал «Орео».